В Новокузнецке поставлен температурный рекорд. В минувшие выходные воздух остыл в южной столице Кузбасса до минус 42 градусов. А в Междреченске было 47 мороза. Поделились информацией жители Усинского. В районе Распадской 43 ниже нуля. Кузбассовцы устроили стихийный флешмоб. Они начали массово выкладывать в сеть фотографий градусников, на которых запечатлена суровая сибирская зима. Мороз восстановил распространение вируса. Карантин заканчивается. Когда же обучение возобновится, расскажем прямо сейчас. Уважаемые родители, обучающиеся, 6 февраля у нас заканчиваются карантинные мероприятия в общеобразовательных учреждениях и, наконец-то, начинается учебный процесс. Поэтому с 6 числа все образовательные учреждения города в плановом режиме приступают к своим основным обязанностям. Это обучение школьников в наших образовательных учреждениях. В то же время хочу заметить, что в связи с погодными условиями, которые на сегодняшний день есть на территории нашего Междуреченского городского округа, образовательные учреждения будут функционировать согласно приказу управления образованием. А именно, учащиеся начального звена при наступлении температуры от минус 27 и ниже имеют право не посещать образовательную организацию. Обучающиеся среднего звена, это 5, 6, 7 классы при наступлении температуры минус 32. Обучающиеся восьмых классов могут не посещать образовательные учреждения при минус 34. И, соответственно, обучающиеся старших классов, это 9 и 11 классы при наступлении температуры минус 36, также могут не посещать образовательные организации. Но в то же время хочу отметить, что сохраняется дистанционный режим обучения, и как только у нас температура немножечко повысится, я думаю, все войдет в свой обычный и плановый режим, потому что сегодня необходимо готовиться и к государственной итоговой аттестации, и к проведению всероссийских проверочных работ, и к собеседованию по русскому языку, и к другим формам аттестации, которые у нас предусмотрены и учебным планом, и федеральными государственными образовательными стандартами.